Мама, смотри, птица! Нет, это дрон. Такова современная война, по мнению бандеровцев. В ней гибнут не солдаты, а обычные мирные люди. Война, в которой направить дрон в сторону семьи с маленькими детьми или расстрелять машину с беременной женщиной – это нормально, обоснованно. Допустимые потери. Ну а, кроме прочего, беззащитный старик или мама с ребенком не выстрелят в ответ. С первых часов вторжения в Курскую область ВСУ развернули террор в отношении мирного населения, систематически расстреливая машины с беженцами на дорогах. В чем глубинная цель такой тактики? Думаю, понятно, вынудить местных жителей оставаться в домах, чтобы, с одной стороны, затруднить авиации Российской Федерации уничтожение ВСУ в населенных пунктах, а с другой – облегчить украинцам захват заложников, на которых потом можно обменять своих националистов. Именно таким образом они соблюдают международное гуманитарное право. Мы достигаем соответствующих целей в Курской области и будем действовать, как необходимо для безопасности и защиты Украины. И, кроме того, операция в Курской области помогает фронту, потому что не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. ВСУ – это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью соблюдает законы и обычаи ведения войны международное гуманитарное право. Цель сил обороны Украины – это только военные объекты и военный контингент. А еще в ход пошли излюбленные звонки, к примеру, от офицеров Вооруженных сил России. И вбросы дезинформации в сети, откуда доверчивый и не всегда умеющий критически оценивать уровень этих вбросов граждане разносили панику и сеяли хаос среди друзей и знакомых. Вероятно, удары по Курской АЭС также были нужны противнику для этих целей. Огромное количество ядерного материала в случае каких-то, опять же, взрывов, аварий, повреждений. Это может быть разброс этого материала и как минимум локальная радиационная авария возможна. А сейчас цифры от официальных лиц. Под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов Курской области. Глубина проникновения противника 12 километров, а ширина по фронту составляет 40 километров. Заявил 12 августа в Рио губернатора Курской области на совещание Владимиру Путину. А также добавил, что в области погибло 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них 10 детей и нет. Подробная информация о судьбе 2000 человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем противника. «Русский Иван! Эй, русский Иван! Как жизнь? Пей водка! Водка! Ай-яй-яй! Шнапс! Шнапс гуд! Шнапс гуд! Шнапс гуд!» А теперь о главном. Западные политики, официальные представители Госдепа и всякие The Times усердно надевают маску удивления и вопрошают по поводу военного смысла курского нахрюка, мол, мы, ребята, не в курсе, но в то же время полностью поддерживают происходящее. Вот, например, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх окончательно расставила все точки над «ды» касаемо американской позиции по курскому. Данная мадам сказала, что агрессия ВСУ в Курской области с применением американского оружия соответствует внешней политике США по использованию предоставляемого вооружения. С самого начала мы поддерживали Украину и ее успехи на поле боя. По мере того, как ситуация на поле боя менялась, они смогли фактически оттеснить россиян еще дальше вглубь российской территории. Поскольку они видят атаки через границу, у них должны быть возможности для ответа. Поэтому они предпринимают действия, чтобы защитить себя от атак, исходящих из регионов, которым, согласно политике США, они могут действовать. Представитель Республиканской партии США во время визита в Киев похвалил Зеленского за нападение на Курскую область. Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, прекрасно. Так держать. Путин начал эту войну, но вы даете ему понять, что он совершил роковую ошибку. Мы ценим то, что вы делаете и поддерживаем. Пусть люди воюют там. Дайте украинцам оружие, которое им нужно, чтобы выиграть войну, которую они не могут позволить себе проиграть. А вот главное пропагандистское издание Запада The Times считает решение украинского Наполеона об атаке на Курскую область рискованным. Акция может достичь только ограниченной цели. Переломить ход боев Киеву таким образом не удастся. Перед исполнителями атаки на Курскую область была одна довольно четкая задача. Углубиться на территорию России настолько, чтобы это хватило для пиар-акции. Надо показать, что деньги, вложенные в Украину, действительно работают. Мы полностью поддерживаем законную реализацию Украины, ее неотъемлемого права на самооборону и усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета, а также по отражению незаконной агрессии со стороны России. Закрепиться у ВСУ и НАТОвских диверсантов надолго вряд ли получится. Но это будет иметь эффект в большой торговле с Россией. Но как бы то ни было, Курская битва 2024 для них это выгодный денежный проект. Вот только там о людях не думают. Жалко Западу свои деньги, которые он потратил на неудачную попытку вторгнуться в Россию. Но и без хоть каких-либо, пусть и временных успехов, доить своих налогоплательщиков будет все сложнее. Россия принесла войну другим. Теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира. И мы обязательно обеспечим мир. Что можно сказать? Говорун. А вот немецкий журналист Отто Рихтер отметил, что таким образом киевский режим добьется только максимального озлобления русских людей. Зеленский может похоронить планы относительно возможного присутствия России на будущей мирной конференции. Ну, в общем, будем откровенны. За ситуацией в Курской области внимательно следят тысячи цепких глаз, предвидя, что по проложенным ВСУ и иным неведомым дорожкам лет через 10-5, а то и раньше, могут пройти совсем другие войска. И командованию Российской Федерации нужно вновь сделать выводы. Ведь вполне возможно, соперник совершенно иного уровня таких ошибок может не простить. Президент Зеленский сам имел возможность объяснить свое намерение защитить украинскую территорию с помощью операции в Курской области. Что касается военной техники, я могу сказать, что государства-члены предоставляют Украине военную технику, за которую они могут запросить частичное возмещение через Европейский фонд мира. И эта техника предназначена для того, чтобы помочь Украине защититься от агрессора. То есть атака ВСУ на Курскую область – это, по сути, атака США и НАТО на Россию, но силами ВСУ. Пока. Потому что, видно невооруженным взглядом, Североатлантический альянс на всех порах готовится к войне с русскими, но силами европейцев. Разумеется, ведь американцы, как и в предыдущих мировых войнах, планируют только пенки снимать. Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине – это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина защищается от агрессии. Это война России против Украины, ни больше и ни меньше. И так было с самого начала. Это война Путина против Украины. Если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение. Пусть он убирается к чертям из Украины и прекращает войну. В эфире украинского телевидения депутат Верховной Рады Олег Семинский напрямую сказал, что за вторжением в Россию стоит весь мир. Осмелюсь поправить уважаемого человека. Не весь мир, а страны, элиты которых запихнули в ложе нового мирового порядка. Но вывод можно сделать прежний. Украина окончательно превращена офисом собственного президента в частную военную страну Камикадзе, цель которой ослаблять Российскую Федерацию и быть местом для отмыва миллиардов долларов и обогащения хозяев из США. Субтитры создавал DimaTorzok